Официальный старт Путина на полуострове был дан в начале июня. Первыми к промыслу традиционно приступили рыбаки Усть-Камчатского района. Уже в 4 часа утра они стали навешивать так называемые ловушки. Министерство рыбного хозяйства и теруправление Росрыболовство вовремя нас надлежащими сопроводительными документами, чтобы мы вовремя начали промысел. За сутки в Усть-Камчатском поймали более 140 тонн рыбы. В основном это нерка. Чавыча составляет всего лишь 5 процентов от всего улова. Все у нас участки сдали сегодня рыбу, который мы приняли, переработали. Люди немножко вспомнили. Пусть был какой-то маленький перерыв в работе. Вся пойманная рыба поступает на 6 крупных заводов. Там трудится более 700 человек, половина из которых местные жители. Люди работают в две смены по 12 часов в сутки. Здесь рыбы перерабатывают и помещают в холодильные камеры до транспортировки. Полуостров традиционно насыщает рыбой не только внутренний рынок, но и удовлетворяет потребности азиатских соседей. Покупаем где-то уже 20 лет лосос нерку из Усть-Камчатки. На западном побережье основной промысел откроется в середине июля. В этом году ученые прогнозируют рекордный объем промысла тихоокеанских лососей, а это более 290 тысяч тонн. К слову, Камчатский край уже 10 лет занимает лидирующие позиции в рыбной промышленности России. Это 25 процентов общероссийского вылова по прошлому году, 38 процентов по вылову Дальнего Востока. Это наш объем, который вылавливает Камчатка. В нейтральных цифрах это примерно миллион 204 тысяч тонн. Это более чем, как говорится, колоссальная цифра. Мы, как говорили, 3 раза превышали миллионную отметку за этот период. Помимо положительных моментов есть и тревожное, заметил зампред. Это касается запасов Чивычи. Еще 10 лет назад на полуострове ее добывали 160 тонн. В этом прогнозируемые объемы в разы уменьшились и составляют 23 тонны. Для сохранения водных биоресурсов на реках Большая Камчатка, Паратунка и Авача предпринимаются все необходимые меры, говорят эксперты. Основным базовым принципом, который мы сразу декларируем на первом заседании, это приоритет восполнения и заполнения нерестилищ над изъятием. Поэтому вы можете обратить внимание, что на Камчатке больше, чем в других регионах Дальнего Востока, количество проходных дней. Рыбалка осуществляется гораздо позже, чем идет начало массового хода по отдельным видам, потому что надо пропустить рыбу, а потом уже, как говорится, вести речь об ее изъятии. На ряду со стартом лососевой путины на полуострове открылась любительская и спортивная рыбалки. Однако ловить на удочку в реках Большая Камчатка можно будет только с 5 июля. Рисана Латыпова, Иван Родин, информационное агентство Камчатка.